Друзья, всем привет! Вы слушает SDGast, 103 выпуск. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, КС Даймон, и сегодня у меня в гостях Никита Попов. Все его знают, наверное, как человека, который вообще работает над PHP, и в PHP-комьюнити довольно-таки известная, и, мне кажется, очень такая влиятельная личность важная. Никита, привет! Привет! Ну, я совсем кратко так тебе представил, хотя, мне кажется, саму суть уже выразил, но ты все равно добавь чуть больше про себя вообще, как давно ты и чем занимаешься. Ну, да, я теперь уже довольно долго работаю над PHP, примерно лет 7 или 8, и, ну да, я занимаюсь разработкой самого PHP и PHP-экстенджена в PHP-библиотек, ну и, в общем-то, все как-то вокруг PHP движется. И, да, недавно во времени я еще был студент, я только последний год закончил университет, и это у меня, в общем-то, было просто хобби. А теперь я работаю в JetBrains и, в общем-то, тем же самым занимаюсь, но профессионально. Слушай, вот это очень удачно, так, хобби такое, причем довольно серьезное такое увлечение, перетекло, в общем, ну, как бы стал еще и денежку приносить, да, вообще замечательно. Ну, да. Слушай, а расскажи, как ты вообще познакомился с PHP, потому что, ну, вот так, хобби или, знаешь, такое, что вот там начать сразу как-то, ну, как все это зарождалось, расскажи немножко. Ну, изначально я уже как-то в школе так довольно интересовался информатикой и разработкой страниц. И, конечно, если разрабатываю страницы, тогда использую там HTML, JavaScript, ну, и PHP, конечно. И этим я столкнулся с языком и сначала просто в самом PHP разрабатывал страницы, а потом как-то все дальше-дальше двигалось в сторону разработки самого PHP. И сначала я переводил документацию из английского в немецкий, потом начал английскую документацию писать, а потом оттуда как-то дальше пошло и сам PHP тоже писать. Слушай, мне кажется, такой типичный кейс, знаешь, все всегда говорят, типа, как начать контрибьютировать в Open Source. Ну, начните с документации, да, вот там, значит, правка немножко документации, какие-то описания функций, там, семантики, IP. И потихонечку как-то становится чуть больше представление вообще о том, ну, о самом проекте, скажем так, да. И немножко можно уже пытаться там в код как-то вникать. Я так подозреваю, что у тебя было это именно так. Ну, да, а то если пишешь документацию, надо, конечно, осмотреть, ну, правильно ли это вообще, как это точно работает. Для этого надо читать код, и если его уже читаешь, можно там какой-то баг найти и его исправить. И так тогда все как-то начинается. Слушай, а вот тут мне всегда про люди, которые разрабатывают языки какие-то, да, всегда немножко такой сдвиг парадигмы в голове происходит. Потому что, с одной стороны, ну, PHP – это язык сам по себе, полноценный язык программирования, да. Но написан он, например, там на C, соответственно, это другой язык программирования, да. Вот как эти две таких, и они, в общем-то, мягко говоря, не похожи, и совсем с разными там концепциями, подходами, да. Как вот эти две такие параллельные вселенные уживаются вот у тебя именно? Как ты их воспринимаешь? То есть, как бы вот PHP, да, ты начинал там писать, ну, под веб, да, там странички, туда-сюда, но сам язык написан на C, и вот как это все совмещать, и как это происходит в твоей голове? Ну, хотя бы теперь я, в общем-то, считаю, что более-менее все языки, в общем-то, ну, немножечко различаются, но все принципы те же самые, и там только немножечко синтекс изменяется. Ну, суть дела всегда остаётся, и в этом смысле. Ну, это ты такой же, сейчас такой мудрённый опытом, конечно, можешь так сказать, да. Ну, с другой стороны, тоже PHP и C, они очень сильно различаются, и поэтому, в общем-то, там особенно перепутаться тоже нельзя. Например, если я переключаюсь между C и C++, это такие довольно близкие языки, ну, с маленькими частично разницами даже в тех частях, которые они оба разрешают, это более сложное дело. Ну, между PHP и C++ там... Ну, существенная разница, и как бы значительно легче переключиться, скажем так, да. Вот именно. Слушай, а вот смотри, ну, ты начал там, как ты уже сказал, документаться, потом разбираться и учёт, а вот как, ну, мы все знаем тебя там, как автора очень многих таких серьёзных RFC, которые есть в PHP, да, комьюнити. Ну, RFC в смысле, давайте скажем для тех, кто вдруг там не знаком с PHP, что это request for comments, то же самое, как в ITF, некая такая процедура, которая позволяет внедрять новые какие-то штуки, проползываю, делать в язык, и в дальнейшем их, так сказать, там, core-контрибьюторы имплементируют, и оно попадает там в какую-то версию. Вот, это всё обсуждается, об этом мы тоже, кстати говоря, с тобой хотелось бы поговорить, но оставим пока за кадром. Вот, ты автор многих интересных штук, расскажи, как у тебя вообще появлялись вот мысли для их реализации, там, не знаю, ну, вот, что там, не знаю, из последнего, чего можно вспомнить. Ну, какие-нибудь даже такие плюшки простые, типа там у нарного оператора, тернарного, либо там какие-нибудь, не знаю, стрелочные функции, но это больше к синтаксису, или вот такие серьёзные вещи, как AST, например, да, в PHP. Тут, то есть, совсем такая очень серьёзная вещь, вот, как бы, с чего вдруг ты решил, что это там нужно, или вот как ты работаешь над этим? Как это появляются идеи эти? Ну, в общем-то, как я уже сказал, все языки, они достаточно, особенно, кажется, теперь конвергируют, и все так берут отдельные фичи из других языков, и теперь, в общем-то, чего не хочешь заимплементировать, это наверняка уже есть в пять других популярных языках какой-то, какой-то вариант этого. И я думаю, что, в общем-то, почти всё, что мы в PHP добавляем, это уже существует в пару других языков, и оттуда, конечно, можно посмотреть, как это у них работает, какие у них с этим проблемы были, и это перенять в какой-то форме, которая в PHP, ну, которая хорошо интегрировается. Ну, и, например, был пример этих error functions, это, что есть, например, в JavaScript и в C Sharp, это тоже есть, кажется, в Ruby есть вариант этого. Проблема только всегда, что это у них, конечно, есть, но у PHP всегда такие свои проблемы, и меня, в общем-то, каждый раз поражает, насколько сложно даже довольно простую вещь интегрировать в язык. Проблема всегда интегрировать новую функциональность каком-то таким образом, чтобы она правильно интерагировала с уже существующей функциональностью. И хотя бы в PHP это частично очень сложно. Например, я думаю, самая большая новая фич, которая будет в PHP 7.4, это типизированные свойства. И это уж точно что-то, что в очень много статических языках, там, в C, в Java и так далее, везде это, в общем-то, есть. И это, в принципе, очень простая вещь, просто, что можно написать, что, ну, это свойство имеет, это интегр или это string и так далее. Но из-за того, что у PHP есть вещи, как, например, references, ссылки на между, например, можно иметь ссылки между разными свойствами. И если это учесть, тогда сразу всё становится намного сложнее. И это, в общем-то, получается главная работа. Слушай, а вот тут сразу, знаешь, такой, если чуть-чуть откатиться назад, вообще, насколько вот… Ну да, вот языки, как бы, с одной стороны, там, как ты сказал, разные или похожи. Понятное дело, что все мы там империруем какие-то в конечном итоге одними и теми же там конструкциями, да, и так далее, сущностями. Но вот насколько всё же ты считаешь вот подход, в смысле, ну, концепция языка при его зарождении, то есть вот те какие-то архитектуры, которые были заложены в языке там на каком-то начальном этапе, да, насколько она в дальнейшем сильно влияет вот на возможное развитие? То есть как бы вот, опять же, ты даже говоришь, там, простой пример, вроде бы какие-то там простые штуки, там, не знаю, raw functions, и это, с одной стороны, вроде бы такая мелочь, но вызывает некоторые сложные подкапотные такие вот как бы, да, изыскания какие-то там приходится что-то много всего делать, там, рефакторить, я не знаю, изменять. Вот как здесь архитектура PHP, которая была там когда-то, и вообще как она поменялась, видоизменялась со временем, и насколько она сильно вот влияет на, ну, ограничивает, допустим, сейчас современное развитие PHP, да, или вы все же уже, там, спасибо, там, тебе, там, с Димой Строговым, уже вы, так сказать, избавились от большого количества какого-то такого там легоси, и можно двигаться дальше? Не, ну, есть, конечно, пару вещей, которые очень фундаментальны, и вокруг которых, в общем-то, которых, в общем-то, нельзя обойти. Например, одна очень важная вещь в PHP – это shared nothing архитектура, что каждый реквест, он всегда начинается с самого начала, и никакого там какого-то shared global state между разными реквестами нету. Это, конечно, для перформанса большая проблема. Ну, в общем-то, в данный момент это изменить, ну, не особенно можно. Смотри, вот, опять же, Тудвичицы сказал, что там PHP, да, изначально одна из фундаментальных его вещей – это вот он, ну, родился как бы, что, чтобы умереть, да, все мы знаем, мы любим этот термин, и сейчас, вот, как мне кажется, все больше это, ну, не то, что как бы отходит там на второй план, но как-то все больше и больше набирает потребность вот именно чтобы длительных процессов каких-то, да, и даже PHP уже пытаются использовать в виде там демонов строить, которые долгоживущих, да, и вот насколько вот это ограничение вот архитектурное, которое изначально, так сказать, было заложено, что shared nothing именно, что вот процесс как бы, он выполнился, там никто никогда не думал ни об очистке памяти, ну, потому что процесс убьется, все зашибись, новый реквест, все с нуля, как бы, да, никаких проблем. Вот насколько это сильно сейчас в PHP вообще как бы мешает куда-то дальше развиваться или там, ну, адаптироваться под современные какие-то нужды, запросы разработчиков? Ну, да, это, конечно, у нас достаточно большая проблема, в смысле, что так, by default это все не будет работать, но всегда есть возможности это все равно имплементировать, в смысле, есть в PHP всякие фреймворки, которые предлагает Asynchronous IA делать, это, например, ReactPHP и AMPPHP, и есть тоже всякие экстенджены, например, Swool, это тоже знаменитые, которые этим занимаются. В смысле, в самом PHP это так не очень, но есть достаточно библиотек и экстенджены, которые это все равно могут сделать. И есть тоже один RFC, который это хочет дальше интегрировать в PHP, в смысле добавить настоящий event loop, чтобы это, ну, более близко к тому, что Node.js, например, делает, и этим это тоже в самом PHP разрешить. А что это за RFC? Ну, я там видел что-то из последнего такого типа там Fiber, но это немножко, ну, тоже в ту же степь, конечно, но немножко не про то. Ну, да, это Fiber, это одна часть, но там это еще немножечко дальше продвинулось, и есть новая имплементация, которая, ну, которая, в общем-то, такие настоящие довольно green threads предлагает, в смысле с отдельным стеком. Ну, это, конечно, технически немножко посложнее, и я не знаю, когда это точно будет так, можно будет это серьезно использовать, но это, в смысле, люди над этим работают. Ну, понятно, это такие долгоидущие планы. Хорошо, ну, давай пока поговорим про, может быть, более такие уже реализованные даже в каком-то виде вещи. Вот, так сказать, статическая типизация, да, PHP всегда был таким языком, который, ну, динамически типизированный, никто там никогда не думал всегда там этот Z-Val, пожалуйста, храни в чем хочешь, само там как-то преобразуется. Но вот современная такая тенденция, что там и JavaScript, да, который тоже никогда не был типизированным, там TypeScript как вещи, и везде вот статическая типизация так или иначе начинает как-то убирать обороты, в том числе и в PHP, собственно говоря. Вот ты что вообще про эту тему думаешь, насколько она нужна, востребована, ну, там плюсы-минусы, вот твой взгляд на это? Ну, я персонально фэн статической типизации. Я, в общем-то, ну, так, хоть я и над PHP работаю, но, в общем-то, мне динамическая типизация так не особенно нравится. И поэтому я и есть один из тех, которые добавляют новые фичи для типизации в PHP. И это, конечно, тоже движется не в самом, только языке, а тоже отдельные статические анализаторы есть. Там, кажется, три главных — это FAN, PSYM и PHP, STAN. И они могут такие более сложные статические анализы делать, чем PHP сам. Но, в общем-то, я думаю, что любое движение в сторону статической типизации — это важное движение. Важно. Ну, как бы ты всё же какие плюсы в PHP именно в этом видишь? Ну, понимаешь, там все есть такие простые вещи, в смысле классические вещи, там, рефакторинг просто упрощается, да, там подсказки, вот, что ещё, как бы, вот, почему? Ведь он же был изначально динамический, зачем-то вот он таким был, как бы, чего не хватает? Чем, как бы, по-твоему, вот, по твоим таким ощущениям, вот, в чём большой плюс именно статической типизации, там, для PHP? То есть, где? Ну, я думаю, что одна очень важная часть статической типизации — это просто документация. Потому что, особенно, если какие-то сложные проекты, много лееров абстракций, и там, не знаю, могут быть много методов, которые в то же самое имя, и ты не знаешь, на каком, какой класс этот параметр функции имеет, и именно какой из этих методов ты как раз используешь. Это одна из больших проблем у меня было, когда я работал с Python, что просто навигация кода была очень сложная. Конечно, там теперь тоже я видел, есть MyPy, они тоже как-то двигаются в сторону статической типизации. Ну, это одна большая часть. А вторая, конечно, это просто, что корректность. Если ошибку можно уже найти в типовой системе, тогда это лучше, чем найти её... В рантайме. В рантайме, вот именно. Конечно, в PHP это тяжело различить, потому что у нас типы тоже привлекаются только к рантайму. Это, кажется, достаточно необычная система, и почти все остальные языки это делают с статическим анализом. Но, конечно, всё равно это означает, что даже к рантайме ошибка получается раньше, чем позже. Ну да, как бы на начальном этапе, нежели когда оно уже там стоит, запущено, и потом где-то когда-то что-то при определённом каком-то вводе оно там может сработать или при определённых условиях. Ну да, в общем, типизация всё-таки рулит, короче говоря. Хорошо, хорошо. Слушай, ну вот, коли уже упоминали мы там эстетический анализ, вот мне кажется, тут важно, хочется обсудить, это такую штуку, как КСТ, и которая, в общем-то, с одной стороны и к статическому анализу тоже имеет отношение, потому что позволяет проанализировать, как устроен твой код, и дальше чуть-чуть лучше понять и выявить какие-то там, соответственно, возможные проблемы потенциальные. Вот расскажи немножко про AST. Ты вообще, кстати говоря, известен, в общем, как автор PHP-парсера, который такой библиотеки, которая написана тоже, кстати говоря, на PHP, как ни странно, вот, и вроде бы много где она используется, вот, как бы, ну, я так понимаю, вот под влиянием вот этого штуки тебя родилась идея, что вообще надо это как-то в ядре, так сказать, языка внедрить, чтобы было чуть больше возможностей для именно анализа, для разбора, как бы, устройства исходного кода. Расскажи вот про эту штуку. Ну да, AST, ну, это просто, что синтакс языка, он сначала разлагается в токены, а AST эти токены, он приводит их в дерево, и этим очень сильно прочна этот анализ. Ну, в общем-то, PHP сам много статического анализа не делает, и поэтому ему этот AST, он не настолько важен. Главное, для чего мы его используем, это что, если мы компилируем какую-то часть кода, мы можем уже вперед посмотреть, что после этого кода будет. И, например, например, мы можем увидеть, что этот код, он внутри конструктора try-finally, и если есть этот finally-блок, тогда мы его совсем по-другому компилируем. И в PHP 5 у нас было очень большое количество проблем, например, как эти finally-блоки компилировать, и эта миграция на AST решилась. И тоже ряд других проблем решилась. Значит, в смысле, в самом PHP мы AST используем не столько для статического анализа, чтобы обходить эти проблемы компиляции. Интересно. А чего там не хватало? То есть, какого рода информации не хватало, чтобы решать эти проблемы? Ну, в этом конкретном случае для finally что надо делать, что все там всякие return и break, и continue и так далее, они сначала должны проходить через finally-блок. И лучше всего, конечно, если это можно сделать сразу, когда этот break или return компилируешь, сразу дополнительный код добавить. И до этого нам там был сложный процесс, где мы через уже компилированный код опять проходили, и всякие backpatching делали и так далее. Понятно, понятно. Хорошо. Ну, а вот сейчас как бы, чтобы для развития каких-то инструментов, вот как ты думаешь, вообще AST как бы чем поможет? Что сейчас, ты видишь, такого может появиться интересного на базе вот этих возможностей новых? Ну, это я просто про как PHP сам его использует, но, конечно, всякие эти эстетические анализаторы, им этот AST очень важен. В смысле, PHPStan и Psym, они используют мой PHP пассер, который имплементирован в PHP, а Fan использует AST, который имплементирован в самом PHP. И они, конечно, на этой базе имплементировают очень сложные анализы, ну, в смысле, они делают глобальный типовой анализ и кучу других всяких багов могут найти. Ну, понятно. Ну, хорошо, ладно, давай двинемся дальше. Слушай, а как ты вообще относишься к всяким альтернативным реализациям PHP? Ну, вот там HAC, HHVM, да, я думаю, ты наверняка про них слышал и знаешь, вот как бы нужны ли они, да, вот такой первый вопрос, и что как бы от них, есть ли от них какой-то плюс именно для PHP все же, или как ты считаешь? Ну, да, главное там, конечно, HHVM, и я думаю, что хоть он в данный момент достаточно мало используется, ну, не считая самого Фейсбука, конечно. Ну, да. Он очень-очень важную роль сыграл в реализации PHP 7, потому что у HHVM был перформанс намного раз лучше, чем у PHP 5, и это нас мотивировало очень сильно улучшить перформанс, ну, в смысле, в главной имплементации от PHP. То есть, больше такая конкуренция, такая здравая. Ну, да, в смысле, конкуренция эта там очень-очень хорошо помогла. Ну, а в основном главная проблема все-таки с HHVM, это что он не совсем как бы, что он не все позволяет, что PHP позволяет. Угу. И особенно, когда PHP 7 вышел, они довольно медленно добавляли новые фичи. И поэтому, когда все библиотеки мигрировали на PHP 7, они перестали работать на HHVM. И с этим тоже опять в другую сторону связано, что теперь, раз, в общем-то, никто больше PHP нормальный на HHVM не использует, они тоже теперь, кажется, уже убрали саппорт для PHP и только свой собственный язык хэк используют. Который, конечно, тоже очень сильно базирует на PHP, но уже достаточно так дивергировал. Но уже разошлись, да. Слушай, ну вот, если, например, взять, возьмем мы мир Java, то там, собственно, есть reference implementation, есть куча тестов спека, и куча есть GVM-ов, как бы все не живут и даже активно используются, потому что если ты проходишь тест, как бы все окей, в общем-то, по сути, по большому счету, конечно, в реальности все не всегда так, но тем не менее программа написана на Java будет исполняться и на GVM, и на любой другой имплементации. Вот, может быть, как ты думаешь, может быть, стоило бы сделать тоже какую-то такую спецификацию и там правильнее именно, пусть, да, другая имплементация, но тем не менее она соответствует спецификации, тем самым позволяла бы выполнять код как бы PHP-шный, хочешь здесь, хочешь там, и мы бы получили две как бы таких reference implementation, которые, скажем так, независимые, но тем не менее взаимозаменяемые бы были. Ну, такое, в общем-то, даже уже есть теории, потому что Facebook, как раз, когда они HHVM разрабатывали, они тоже написали спецификацию для PHP, и ну, она ее опубликовали, и мы тоже пробуем ее дальше поддерживать. Ну, проблема, в конце концов, что это спецификация, она недостаточно точная. PHP это очень, ну, такой, органический язык, и очень много всяких там special cases есть, и если их не прямо всех учитывать, тогда точно какой-то из фреймворков не будет полностью работать, и как-то практически мне кажется, что альтернативную имплементацию PHP разработать, которая прямо все там WordPress и Symfony и Laravel будет правильно спортить, это очень сложно. Кажется, в Java это все-таки попроще. Ну, может быть, у меня здесь просто перспектива не та, и там это, в общем-то, так же тяжело, просто есть больше интереса, может быть. Ну, может быть. Слушай, тут же всегда есть вот эта дилемма, когда вот любой язык, какой ни возьми, все там очень любят говорить про JavaScript, который там был написан за 10 дней, и какие там ошибки, пятая, десятая, но и в PHP тоже хватало legacy и там неправильные порядки аргументов, функций, ну, именно для простого такого разработчика на PHP. Но, тем не менее, с развитием языка, ведь все же, если язык живой, если он живет, развивается, всегда можно потихонечку избавляться вот этого legacy, да, это там вводить, скажем так, обратно несовместимые изменения, backward incompatible такие штуки, но, тем не менее, только благодарим, иногда можно двигаться вперед, потому что в большинстве случаев они всегда будут тебя тянуть назад очень сильно, то есть вот это желание поддерживать все legacy, которое у тебя там за 5, 10, 15 лет накоплено, оно очень тяжело и дается очень большим трудом, да, вот как ты вообще так изнутри, из PHP смотришь на это и вообще как вы, я имею в виду, внутри там core разработчики, вот на это смотрите и как вы пытаетесь вот как бы так нивелировать вот эти, да, вот, чтобы и не полностью выкинуть там все, что уже было написано за столько лет, ставить какую-то совместимость, и в то же время внедрять новые фичи, когда вот есть такое противоречие между ними. Ну да, мы, конечно, пробуем так, медленно-медленно избавиться от старых проблем, и мы пробуем это всегда в новых major versions, например, в PHP 7, и я думаю, примерно через два года будет PHP 8, там всегда пару особенно проблематичных вещей убрать, но надо сказать, это очень медленно все движется, и все-таки как-то самые большие и самые фундаментальные проблемы это те, которые очень сложно как-то разрешить. PHP это всегда проблемы с какими-то имплицитными с этим type-juggling, если что-то просто конвертируется от интегеров в строки и туда-сюда, даже если ты это вовсе не хочешь, но просто очень много кода это использует, и надо поэтому очень осторожно это передвигать. Может быть, мы в PHP 8 одну большую проблему решим, это сравнение между числами и строками. Там проблема, что если есть строка, в которой не содержится никаких чисел, тогда считается, что эта строка и ноль, они одинаковые. Шикарно, да. Это, как правило, не то, то, что хочешь. Ну, понятно, да, хорошо. Короче, потихонечку вы как бы так двигаетесь. Слушай, а как вот вы, ну, ведь мне кажется, довольно сложно так представить себе масштаб бедствия, да, вот как бы, ну, вот одно вроде изменения, ну, давай сейчас выкинем вот там проверку, сделаем, чтобы там строка без цифр превращалась не в ноль, а там, не знаю, в нул, ну, условно говоря. Да, вот, как бы, вроде бы такая мелочь, но как вот понять, оценить масштаб, насколько это может затронуть какие-то уже готовые вещи, да, то есть, как вот вы, у вас есть какие-то там, ну, расскажи, может быть, есть какие-то тесты, которые там тестируют там типичные фреймворки, я не знаю, ну, в общем, какой-то такой, как вы пытаетесь вот это понять, насколько это сильно может что-то сломать? Ну, да, например, для конкретного этого случая я инклементировал в PHP, ну, просто в форке от PHP 7.4 нового депликейшн, который, ну, дает каждый раз warning, когда результат этого сравнения на PHP 7.4 и на PHP 8, если мы инклементироваем это изменение, если они будут разные. И тогда я могу там всякие фреймворки или какой-то WordPress протестировать и просто посмотреть, сколько там warningов будет и насколько они проблематичны. И, например, в этом случае я там пару фреймворков протестировал и нашел, что, в общем-то, ну, достаточно малая разница. В смысле там, если тест-суит протестировать, тогда получается, что, может быть, два warning. Ну, понятно. Это немного совсем, да. Ну, конечно, проблема там, что тестироваешь все-таки довольно новый код. Ну, или хотя бы код, который очень активно поддерживается. И есть еще очень большое количество частного кода, много миллионов строк кода, которые мы не видим и которые, думаю, все-таки где стандарт качества ниже, чем модерновые open source фреймворки. И тяжело сказать. Ну, они, наверное, и на современных версиях PHP-то могут тоже не очень-то прямо, чтобы работать. Если там код написан 10 лет назад, ну, как бы сложно сказать, что ты его сейчас на 7, и на 7 версии PHP запустишь вот так просто с полпинка. Там тоже могут быть много вещей, которые уже сломались между пятеркой и семеркой. То есть, как бы все же и код живет, как мы знаем, ровно до тех пор, пока его кто-то поддерживает, пишет и развивает. Поэтому, ну, как бы... Ну, да, но все равно люди как-то хотят, что они могли просто всегда на самую новую версию PHP переключиться без того, что ничего не надо изменять. Слушай, а вот скажи такой вот, если представишь, что, допустим, вот прям у тебя была бы возможность забыть вообще про там любую обратную совместимость, да, в PHP, там, что не бояться что-либо сломать, вот как бы что бы ты в языке вот такого переделал бы в первую очередь? Ну, я бы, конечно, очень многое чего переделал, но главное для меня всегда это этот имплицитный typejuggling. Я думаю, это, в общем-то, в PHP самая главная проблема и было бы хорошо там эти имплицитные изменения типов превратить в эксплицитные. В смысле, больше эреров давать, если операция какая-то. Ну, довольно несмысленная, а не просто конвертировать как получится и какой-нибудь результат произвести. Это вообще как-то изначально была такая философия в PHP, что даже если операция не имеет смысла, в общем-то, надо всё равно попробовать как-то её выполнить и какой-то результат дать. Может быть, если повезёт ещё дать warning. Теперь это, конечно, всё дальше движется в сторону warning, становятся exception и так далее. Ну, лучше было бы, если изначально это уже... Слушай, а вот не кажется тебе, что именно благодаря этим таким большим допущениям со стороны разработчиков, которые позволял язык простым разработчикам, именно он набрал такую популярность, что если там в нём было бы действительно сразу архитектурно заложено вот эти всякие правильные преобразования явные, ещё какие-то более такие, скажем так, строгие синтаксис, ещё может быть что-то, он бы не набрал такой популярности, какую он поимел в своё время, мне кажется, вообще в начале 2000-х, в середине, на чём ещё было писать сайты, если не на PHP, по-моему, других вариантов особо не было. Ну, я так утрирую, но имеется в виду, что он был очень популярен. Ну, я думаю, это совершенно верно. Просто, конечно, времена меняются, и я думаю, теперь в смысле, когда интернет как раз начинался, тогда это, я думаю, было очень хорошее свойство, в общем-то. А теперь, когда это всё уже намного более развито, теперь нам нужен язык, который более строгий и который допускает писать большие проекты и большие корректные проекты. Ну да, мир движется, развивается, тут как бы, да, если раньше там писали какие-то сайтики, то сейчас пишут большие такие тяжёлые, серьёзные приложения, тут как бы все инструменты, которые позволяют тебе его в долгосрочной перспективе поддерживать, лучше сопровождать, да, выходит, скажем так, больше на первый план, чем какие-то такие быстрые, неявные, магические штуки, которые тебе могли немножко, скажем так, скрасить жизнь на ранних этапах. Наверное, вот так. Ну да, в смысле, раньше там какое-то применение было, какой-то guestbox написать просто HTML и PHP там. Ну да. А теперь много-много сотних миллион строк, может быть, в каких-то я даже не хочу знать, сколько строк PHP или хэк-кода там у Фейсбука. Ну да. Слушай, ну ещё вот как бы из последнего, чего таких тем, наверное, наиболее облетел и так затронул вообще мир там PHP, это JIT, да, там про то, что есть планы его, в общем, так сказать, тоже заимплемент за юзой, скажем так, ты можешь про это что-нибудь тоже рассказать, вот твоё отношение вообще про это и как вы к этому, так сказать, там шли-пришли и какие-то твои соображения на этот счёт? Ну, этот JIT, он уже достаточно долго, это долгая история и, в общем-то, это начинается как раз в то же время, как PHP изначально была попытка у Зенда и это над этим тоже Димитрий работал имплементировать JIT, просто проблема была, что ну, они там имплементировали какую-то версию JIT, но, в общем-то, толка от этого никакого не было, потому что просто все структуры, которые в интерпретере были, они настолько, ну, в общем-то, настолько медленные были, что JIT уже ничего не мог. Короче, это была тоже одна из главных мотиваций для этих рефректорингов, которые были, которые мы делали для PHP 7. И теперь у нас база намного лучше и опять Димитрий работал на новой версии JIT. В этот раз он использует DUN ASM. Это библиотека, которая тоже новая JIT использует. Это, в общем-то, очень простая библиотека, которой более-менее в таком сервии языки пишешь assembly, в смысле assembly и c-code. И преимущество этого, что это очень быстро работает. В смысле, сам code генерировается быстро. Потому что до этого мы пробовали использовать LFM, и LFM, он хоть и намного более high-level, в смысле, там assembly надо писать, и он сам оптимирует, он тоже еще очень медленный. Если какой-то проект, как WordPress, полностью компилировать LFM, это там, кажется, длилось пару минут. И это, конечно, для JIT не будет работать. Не, но LLM все же, у него главная цель-то не JIT, а именно просто нормальная компиляция, собрать просто хороший, красивый, оптимизированный, быстрый код, который уже дальше будет исполняться. А в вашем случае все же JIT, который должен быть, ну, just in time, он как бы не зря так называется, что именно здесь и сейчас. Слушай, да, и ты скажешь. Хорошо, нет, я как раз говорю, что в общем Дмитрий, ну, Дмитрий Стогов, для тех, кто вдруг не понял, о ком мы говорим, конечно же, мы его имеем в виду, вот он над этим работает. Слушай, ну, вот тут как бы есть, наверное, статья, я думаю, тоже видео от Джо Аткинса, который там немножко про это рассказывает, что там и оп-кэш есть, в общем-то, вот в мире же как бы PHP, ну, всякая оптимизация, она, в общем-то, не только начала как-то так вот такие штуки набирать, всегда там был уже и оп-кэш, который позволял немножко уже скомпилированные, скажем так, ну, объекты собранные хранить, чтобы как-то это ускорять, вот, соответственно, сейчас как бы джид, и какие, в общем-то, на него такие, в принципе, планы, ну, то есть, вот, я так понимаю, что это все равно не быстрый процесс, да, и вот то, что сейчас есть, там есть, оно дает уже какие-то результаты, но, наверное, в каком-то виде это там в PHP 8, наверное, есть шанс все же увидеть его уже в реализацию, которая будет действительно, ну, такая production ready. Ну, да, это недавно мы версию джид замерчили в PHP 8, и Димитрий как раз над этим активно работает, просто в данный момент проблема, что все, еще, результаты от джито довольно-таки маленькие, в смысле, если икод какой-то, ну, математический, какие-то Fibonacci числа или Mandelbrot sets, там он, конечно, очень хорошо помогает, но если мы говорим про более стандартных применений PHP, там, WordPress и так далее, там он может быть на 5%, улучшает перформанс. и, конечно, джидрон, это очень комплексная вещь, и, ну, немного людей есть, которые могут над ним работать, поэтому, конечно, вопрос, ну, стоит ли это для этих 5%, я думаю, для 5% не стоит, но теперь, раз он замерчен в PHP 8, будет более активная работа над ним, и я надеюсь, конечно, что в будущем будет более большой эффект. Ну да, я вот как раз ты очень верно заметил, как раз хотел дополнить, что тут же как бы очень важно то, какой обычный типичный юзкейс использования языка, если там, допустим, в Python, может быть, это более актуально, но потому что на нем там очень много математики, машин-леунинга, каких-то штук, которые действительно, ну, таких CPU-баунт, как бы, то в PHP это все же больше, ну, опять же, это, может быть, уже и меняется, потому что мы уже вначале упоминали, что есть там и какие-то длительные процессы, которые там висят, что-то делают, что-то считают, но все же PHP изначально это какой-то EO-баунт, такой подход, парадигма, что там, ну, слазить в базу, там, что-то записать, то есть какие-то вещи, которые, ну, совсем не про CPU, и тут как бы джит сильно особо не поможет тебе, да, вот, но тем не менее, видишь, как бы все равно, я так понимаю, в общем, я так понимаю, что это, наверное, побольше там часть инициативы именно Дмитрия, что все же как бы его слить и попробовать дальше там с ним работать, то есть все же, действительно, это очень как бы сложная, комплексная такая штука, как бы, что, ну, далеко не простая там, не какие-то там очень сложные такие алгоритмы этого джитования, как все это собрать, соптимизировать, очень такие нужные, серьезные познания иметь как бы в области даже там инструкции машинных ходов, грубо говоря, даже туда залезая, да, там используют какие-то там инструкции процессоров и так далее, все же ты считаешь, что оно как-то окупится в какой-то долгосрочной перспективе? Ну, я хотел сначала сказать насчет этого Iubound. Как-то это очень часто повторяется, что, в общем-то, там для веб-сайтов главное это оптимизация базы данных, а не самого кода. И хоть это все говорят, как-то в практике все равно, например, между PHP 5 и PHP 7 была достаточно большая разница в перформансе, в смысле, кажется, в WordPress он стал в два раза быстрее от этого. Поэтому, мне кажется, что этот взгляд, что веб-сайты, они все равно Iubound, и поэтому это, в общем-то, все не может помочь, это не совсем соответствует действительности. Ну, конечно, все равно так практически настоящее получение там реализовать тяжело. Ну, я думаю, что версия JIT, которая у нас сейчас есть, которую Димитрий примитировал, она еще достаточно примитивная. Она просто берет функцию, ее компилирует в Machine Code, не делая особенно больших оптимизаций. В смысле, она делает немножечко Type Influence, чтобы, ну, выяснить. Может быть, эта вариабла всегда Integer, и тогда ее можно засунуть в ремистер, и так далее. Но есть большое количество более сложных оптимизаций, которые можно еще сделать, и которые другие JIT-компайлеры уже давно делают. Я думаю, главное это Inlining и всякие какие-то Type Guards. В смысле, что ну, можно на кого-то посмотреть, и даже если ты не знаешь точно, что эта вариабла будет Integer, ну, это очень вероятно, и можно просто добавить чек, который это будет проверять, и если у нее правильный тип, тогда можно оптимированный код использовать, а если неправильный тип, можно опять медленный интерпрет использовать. И эти оптимизации, они очень важны для Performance JIT-а, и их как раз нету, и, ну, есть хотя бы надежда, что если их имплементировать, тогда будет более хороший результат. Ну, понятно, конечно, если так сидеть, то рассуждать можно долго, но без результата все не имеет смысла. Да, слушай, ну, вот, знаешь, что интересно, послушайте вообще, как происходит разработка PHP, скажем так, за кадром, ну, потому что все мы видим, что вот, как бы, есть RFC, очень здорово, что эта штука появилась, в PHP, так сказать, обсуждение, какие-то пропозы, но вот мне интересно, если ты немножко, может быть, каких-то поделок расскажешь, каких-то интересных случаев, как вы, вот, там, core developer за кадром все это обсуждаете, или это вот настолько все прямо открыто, что вот, ну, мне захотелось, я пошел, написал RFC, его там все там, нас 10, 20, 30 человек проголосовали, ну, значит, я там кто-то заимплементил, кто там, да, первую версию какую-то предложил, и вот каждый, так сказать, со своей маленькой такой песочницей, с такой стороны, вот как бы все дружно движутся куда-то, вот в одну сторону, либо все же у вас есть какое-то вот, какие-то все же там собрания, обсуждения, как вы вообще там планируете, как-то строите вообще такие, долгосрочные перспективы вообще обсуждаете, куда и как может двигаться язык? Ну, там, конечно, зависит, в смысле есть, просто довольно много маленьких контрибьюторов, которые так иногда делают какой-то RFC proposal, ну, его тогда дискортируют и так далее. Ну, и, конечно, есть более активные девелоперы, ну, в данный момент Димитрий и я, в общем-то, кажется, большую часть девелопмента делаем. Ну, и мы, в общем-то, работаем в достаточно разных областях. Димитрий, он работает над перформансом, а я больше работаю над всякими, над синтексом и так далее. Ну, один, хотя бы метод коммуникации у нас это на Stack Overflow есть чат, PHP чат, просто называется Room 11, и там у нас довольно большое количество, довольно большое собрание PHP core девелоперов, и мы там, в общем-то, все пропозалы дискутируем заранее и, в общем-то, там и решаем, как именно что-то будет имплементировано и пробуем, в общем-то, чтобы сам RFC, он уже был достаточно финальный и что там, в общем-то, лучше всего, если дискуссия для RFC была довольно маленькая, потому что все вопросы уже были решены в самом документе, это всегда цель. Ну, это, конечно, да. Слушай, но тут, кстати говоря, вот тоже такой интересный вопрос, недавно у меня были в гостях ребята из Python community, Никита с Гришей, и мы тоже обсуждали, в общем-то, про то, вот насколько, какой подход более правильный, не знаю, кому какой ближе это, какой-то такой community driving development, как там сейчас PHP, как сейчас в Python, либо что-то такое, когда вот монархический, когда вот есть, значит, или там диктаторшип, когда есть какой-то один человек, который вот там как бы у Гвида в Python долгое время, вот кто, скажем так, такой лидер проекта, который вот, да, он может быть не все с ним согласны с его мнением, но тем не менее, вот он как бы один какую-то линию держит, да, вот, и тут ты как вот твое личное такое мнение, что все же какой-какой по твоему мнению тип, скажем так, управления и вообще развития проекта open source, если мы говорим, да, там языка, имеет больше, больше права на жизнь. Ну, конечно, если сравнить PHP и Python, тогда сразу видно, что Python это язык, который такой более, намного более консистентный, а PHP, он такой, не знаю, вырос органическим, органическим образом, как-то там. в этом смысле, конечно, очень помогает, если есть этот диктейтор, который, ну, у которого есть какой-то такой. Ну, видение свое такое, да? Да, вот именно, и вся новая функциональность, она как-то хорошо вписывается, где в PHP, там все-таки каждый новый фичер, он более-менее отдельно разрабатывается, и тогда есть голосование, и может быть, конечно, что какой-то там результат, в конце концов, получается не самый консистентный. Ну, с другой стороны, я так точно не прослеживал, я так понял, что Расмус, он, я имею в виду Гиду, он теперь это место Ну, он отошел, да, он отошел в комьюнити, типа, ребята, давайте теперь вы дружненько тут сами как-нибудь. В смысле, это for life так не получается, потому что это все-таки довольно тяжелая работа. Ну, я так точно не могу сказать, есть преимущества и там, и там. Мне кажется, в общем-то, что с тех пор, как PHP ввел RFC процесс, в общем-то, движение языка было довольно хорошее, и в этом смысле, кажется, это для нас хотя бы работает. Не-не-не, RFC однозначно как бы помог выстроить какие-то процессы, и вот как бы то, что происходит с PHP и куда он движется, ну, лично мне кажется очень правильным, и прям я всячески радуюсь и поддерживаю это дело. Хотя вот для аналогии, знаешь, мне тоже, ну, например, JavaScript взять, там же тоже, по идее, есть там TC39, значит, там у них пропозалы, но тем не менее как-то вот, ну, опять же, не ради хулевара, но, слава богу, некому поспорить с нами, вот, мне кажется, как-то тоже и не всегда комьюнити может быть двигаться в какую-то правильную сторону, вот, тут как-то сложно, я даже не знаю, как бы, что может этому помочь, мне кажется, знаешь, идеальный вариант, когда вначале какой-то человек, такой диктатор, который как-то выстроил какую-то логику, задал, скажем так, глобальный такой серьезный вектор, который нельзя там взять и изменить там на 180 градусов, а дальше уже потихонечку это, когда оно немножко набрало обороты, да, уже можно дать это чуть-чуть, скажем так, ослабить вот это влияние и чуть больше дать в комьюнити, тогда, может быть, вот уже под, скажем так, впечатлением от всего накопленного вот этого первого такого действия какого-то бэкграунда можно двигаться в правильную сторону, ну, вот такие мысли. ну, ладно, давай двигаться дальше потихонечку, ну, еще, знаете, много чего хотелось обсудить, там, и вначале мы упоминали, знаешь, наверное, может быть, из таких технических тем про вот многопоточность там и вообще такое карутины, вот параллельное какое-то программирование, да, насколько, опять-таки, оно в PHP актуально, вот там есть какие-то, уже мы вспоминали там, что возможны там фиберы и там карутины в каком-то виде, но насколько они нужны, и вот как бы это просто необходимость в силу того, как развивается в целом как бы IT, да, отрасль и требования, скажем так, да, разработчиков, кому это нужно, либо же вот что в PHP для этого, то есть все же как бы, ну не для этого он изначально был предназначен, насколько здесь это нужно, и может быть просто имеет смысл писать такие штуки на каких-то других, там многопоточные предложения на других языках, насколько это нужно именно вот реализовывать в PHP, как ты думаешь? Ну, я думаю, для, в общем-то, самих веб-сайтов это так достаточно не нужно, но есть часто, какие-то компоненты, для которых это все-таки надо, например, если хочешь какие-то веб-сокеты использовать и так далее. И, конечно, всегда намного более удобно, если можно все имплементировать в одном языке, а не надо одну компоненту там в Node.js и имплементировать и так далее, всякие. API строить, как коммуницировать между Node.js, и PHP, и так далее. И в этом смысле, я думаю, это в PHP не главный фокус должен быть, но все равно эта функциональность в принципе нужна, даже если просто в районе веба. Но, конечно, в других приложениях еще намного больше. Ну и, в общем-то, там есть кое-чего, я уже упоминал, в смысле, ReactPHP, AMPPHP, и в самом языке одна из вещей, которые я, в общем-то, это, думаю, первая большая функциональность, которую я имплементировал в PHP, это generators. Да, да, конечно. И на которых тоже эти коротины базируют. И с ними, в общем-то, можно уже довольно так красивым кодом, который более-менее синхронно выглядит хотя бы, все равно асинхронный код писать. Ну да, кстати говоря, вот продолжая эту тему, да, асинхронный код от async-авейт в JavaScript это одна из таких глобально, в общем-то, серьезных последних штук, которые сильно повлияли, много чего обсуждали там в Python. Очень долгий был мучительный процесс, когда async-авейт они там втаскивали в ядро. Вот такой процесс. Как, что здесь в PHP для этого еще, так сказать, тоже как бы что-то делается. Вот уже, так сказать, мы упоминали там итераторы как первый шаг. И вообще оно с точки зрения кода, конечно, просто синтаксиса очень приятно как бы на асинхронный код смотреть синхронно, то есть писать его в синхронном стиле. Я так понимаю, что здесь может быть какие у тебя есть мысли на этот счет, что-нибудь еще интересного там сделать, думаешь, нужно? Ну, я думаю, в этом районе главное это, в общем-то, все всякие файл-систем и нетворк, операции, они в PHP все-таки синхронны. Ну, они, конечно, позволяют тоже асинхронный и нон-блокинг операцию, но для этого надо всегда писать довольно достаточно сложный код, ну, который, конечно, в всяких лабериях уже написан, не можно использовать, но было бы хорошо, если особенно, если мы хотим это как-то превратить в first-class support, это тоже в таком более простом виде предлагать. Есть люди, которые этим занимаются, но как раз эта часть PHP, она имплементация сама тоже довольно такая неприятная, и как-то все попытки там этот стрим, наверное, улучшить как еще далеко не ушли. Понятно, понятно, но все равно как бы есть люди, которые управляют к этому интересы, и может быть что-то как-то потихонечку будет появляться. Хорошо. Слушай, мне кажется, такие основные темы, какие-то реперные точки вроде бы обсудили. Расскажи немножко, вот ты сейчас работаешь в JetBrains, с недавних пор, это так было, неожиданной новостью, наверное. Расскажи, чем ты там занимаешься? Ты сказал, что в принципе ты продолжил заниматься тем же самым, но может быть чуть больше просто раскрою, в чем стоит твоя работа. Я довольно исключительно работаю все еще на PHP, в смысле на самом интерпретике. JetBrains, он, конечно, в первую очередь производитель IDE, и у них есть тоже PHP Store, и мне кажется, что, в общем-то, большинство PHP-девероперов используют этот PHP Store, и в этом смысле они, конечно, заинтересованы, что язык двигался дальше и оставался живым. Угу. Ну, и я занимаюсь теперь, конечно, ну, дальше всякие функциональности, тоже больше просто мейтенансом и багфиксами, потому что все-таки если контрибьюторы, у которых так не особенно много времени на PHP есть, они всегда в первую очередь интересованы имплементировать все-таки какие-то новые РФЦ, а заниматься багфиксами ну, понятно, всегда менее популярны. Да, это точно. для этого, конечно, очень хорошо, если есть люди, которые платят этим заниматься. Ну, и в данный момент на PHP в таком смысле работают Димитри и я. Угу. Понятно, понятно. Ну, в общем, в целом, как бы просто поддержка развития языка, безусловно, наверное, какая-то более плотная интеграция с командой разработки PHP Storm, но все же как бы у кого еще не взять экспертизы, как не у разработчика языка, собственно, для того, чтобы понять лучше, как там, что делается и так далее, я так понимаю. Я, слушай, ну, буквально где-то уже через месяц чуть меньше будет PHP Russia, большая конференция, собственно, у нас здесь в Москве, на которую ты приедешь и будешь что-то даже рассказывать. А скажи немножко в двух словах, про что у тебя будет доклад, ну, так, чтобы заинтриговать, заинтересовать, может быть, некоторых наших слушателей, потенциальных участников. Ну, мой доклад будет, в общем-то, новости, новой функциональность, которая будет в PHP 7.4 и в PHP 8, которые мы как раз сейчас разрабатываем. Я думаю, для PHP 7.4 мы уже более-менее знаем, что будет, а для PHP 8 это еще довольно, спекулятивно. В смысле, там мы только знаем, что будет JIT и есть пару идей, на чем будем работать. Ну, это, в общем-то, то, про что я буду рассказывать. И Димитрий, кстати, тоже будет на PHP Russia. Да, да, конечно, тоже про это вспомним. редкий случай, что он на конфиденции выступает. И он тоже будет рассказывать про новости в PHP 7.4 и PHP 8, но с фокусом как раз на performance. В смысле, на JIT и в PHP 7.4 тоже будет новый фитчер, называется preloading, который обкод кэш улучшает. И тоже в PHP 7.4 будет FFI, это foreign function интерфейс. Ну да, и такие вещи. Ну, понятно, в общем, должно быть интересно. Чего, Никит, спасибо тебе большое, что все же добрался до меня, вот, было очень интересно. Друзья, надеюсь, вам тоже было интересно, так что пишите ваши комментарии, замечания, предложения, пожелания, вот, нам всем очень интересно и важно получать какую-то обратную связь. Ну и, в общем-то, приходите на конференцию, где можно будет Никите лично задать вопросы, где он не сможет от них никак, так сказать, отвертеться, вот, и спросить, что да как. Чего, спасибо, давай на этом закругляться. Все, всем счастливо и до новых встреч. Пока-пока. Пока. Пока. Пока.